Друзья, перед началом видео попрошу вас сделать мне подарок на Новый Год и подписаться на мой дзен. Насколько я слышал, там с монетизацией всё поудачнее. Всех заранее благодарю и приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротко. С вами, как всегда, Кин, и всех с наступающим. Ну или уже наступившим, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. Сегодня я решил устроить пересказ ещё одной франшизы, подхватившей идею Кобры Кай, Чаки и Зловещих Мертвецов. А именно, идею возрождения некогда популярной серии фильма в формате сериала, продолжающего оригинальную историю с оригинальным кастом. Признаюсь честно, такой способ паразитирования на классике мне в какой-то мере нравится, так как истории продолжаются не в формате пересказа с попыткой выехать на знакомом имени, как это было, например, с Джуманджи и Большим Кушем. А именно, продолжаются некогда начатые истории, возвращая главных актёров. И сегодня такого продолжения удостоилась рождественская серия фильмов «Санта Клаус», стартовавшая ещё 11 ноября 1994 года. К слову, спустя несколько месяцев после моего рождения. Главную роль в ней исполнил Тим Аллен, хотя изначально на неё претендовал Билл Мюррей. Но Билл в последний момент отказался, и роль ушла Тиму. И я не знаю, как бы этот образ воплотил Билл Мюррей. Он как-никак шикарный актёр. Но, как по мне, Тим сыграл просто лучшего Санта Клауса из когда-либо показанных в кино. Есть в его Санте какая-то неподдельная доброта, шармы, магия, что ли? Конечно, вы можете со мной не согласиться, ведь я уверен, что практически у каждого есть свой любимый кино Санта. У кого-то это Билли Боб Торнтон, у кого-то, наверное, Пол Джамати. Ну а кто и почему у вас любимый кино Санта? Напишите в комментариях. А я пока что приступлю к пересказу первого фильма. Санта Клаус. Скотт Келвин – успешный сотрудник компании по производству игрушек. Но весьма неуспешный семьянин. После торжественного мероприятия на работе отправляется домой, где его ждёт бывшая жена вместе с нынешним ухажёром и ребёнком. Ты хотела зайти в дом? Нил ждёт в машине, так что... Почему же он не зайдёт? Папа, он говорит, что ты опять начнёшь язвить. Между Скоттом Лорой происходит небольшая ссора по поводу того, что она с Нилом сказала Чарли, что Санты не бывает. Но Скотт старается всё исправить. Беда в том, что Нила, твоя мама, не верит в Санту, потому что вели себя очень плохо. Но, как бы то ни было, Чарли не особо горит желанием оставаться с папой. Не обязательно оставаться. Лора с Нилом уезжают, а Скотт пытается приготовить праздничный ужин. Но из этого мало что выходит. Поэтому они едут в ближайшую закусочную, после чего возвращаются домой, и Чарли ложится спать. А Скотт читает ему на ночь рождественский стишок. И прелестные сани увидел я там, и комету, ракету и прочих, и всем вам спокойной ночи. Чарли не особо понимает, что значит прелестные сани, и путает их со словами «Лестница сани». Скотт объясняет ему значение слов, и также отправляется спать. Но ты же веришь в Санту, да, пап? Конечно, я верю в Санту. Теперь, пожалуйста, спи. Посреди ночи, Чарли и Скотт слышат шаги на крыше, и Скотт отправляется проверить, что это. Кто-то на крыше. Может быть, это Санта? Не сейчас, Чарли. Я хочу, чтобы ты сидел здесь и никуда не ходил. Скотт идёт на улицу, Чарли за ним. И выйдя, Скотт видит на крыше Санту. Пугает его, и тот падает. Это Санта! Ты убил его! Ища документа упавшего, Скотт находит визитку. Если со мной что-нибудь случится, наденьте мой костюм, оленя не знает, что делать. Да, конечно. Чарли со Скоттом замечают на крыше оленей, а тем временем костюм остаётся без носителя. Но Скотт, конечно, не верит в происходящее. А пока он не верит, появляется ещё и лестница. Скотт собирает вещи, намереваясь сдать их в полицию, и лезет на крышу вслед за Чарли. Там он пытается убедить сына, что это не олени Санты. Но Чарли уже в санях, и Скотт случайно отдаёт приказ. Ну, вылезай оттуда, пожалуйста. Я не хочу. Послушай, Чарли, я не шучу, поживее. Поживее. Немного пролетев, Санни приземляются на следующем доме, и Чарли уговаривает отца надеть костюм Санты. И надев его, и взяв мешок, Скотт отправляется в дымоход. Ты летишь? Ничего, я привык к этому. 60-й, мы часто летали. Попав в дом, Скотт оставляет подарки и улетает. Перестань. Давай, хватай мешок, давай, давай, давай. Прилетев к следующему дому, Скотт видит, что подарков в мешке, как и дымохода, нет. Но проверив ещё раз, подарки появляются, и его вновь затягивает, на этот раз, в узкую трубу. Вновь попав в дом, Скотт оставляет куклу и знакомится с маленькой девчушкой. Ты должен выпить молоко. Послушай, я не переношу, но кто знал. После, Скотт доставляет ещё подарки и летит, но не домой, а на Северный полюс. Так и должно быть, папа? Нет, не должно. Эй, ребята, это по-вашему похоже на дом? Ребят встречает эльф и опускает их в мастерскую. Малыш, кто здесь главный? Ты. И я не малыш. Мои застрённые сапожки старше, чем ты. В поисках старшего, Скотт знакомится с Бернардом. Кто ты? Я Бернард. Рад познакомиться с Санта. Чарли также знакомится с Бернардом, и тот дарит ему волшебный шар. Ты пока подержи его у себя, хорошо? Он тебе может пригодиться. Спасибо. Бернард объясняет Скотту, что, прочитав карту и надев костюм, он заключил контракт с Санте. Облачившись в этот костюм и Севс, а не субъект отказывается от любых прав своей предыдущей личности, реальных или предполагаемых, и полностью принимает на себя обязанности и обязательства Санта Клауса, на время ограниченной неспособностью субъекта исполнять их вследствие несчастного случая или преднамеренного действия. Что это значит? Это значит, что надев костюм, ты стал боссом. Также Берни говорит, что у Скотта есть 11 месяцев, чтобы привести дела дома в порядок и вернуться. А также он должен отметить в списке хорошей и плохишей. А как я узнаю, кто хороший, а кто плохой? Ты узнаешь. А если я не хочу этим заниматься? Ты ведь не хочешь быть виновным в смерти духа Рождества? Эльф Джуди провожает Скотта и Чарли в их комнату отдохнуть. И она объясняет Скотту суть веры в праздник. Видеть не значит верить. Верить значит видеть. Детям не нужно видеть это место, чтобы знать, что оно есть. Они просто... Знают. Ребята ложатся спать, а на утро просыпаются у себя дома. Поначалу Скотт думает, что это был сон, но потом видит, что он в пижаме, подаренный эльфами. Эльф. Приезжает Лора, и Чарли рассказывает ей про их с папой вчерашнее путешествие. А Ларри показал мне мастерскую. Ну знаешь, где делают все игрушки? Боже мой, спасибо, что приобщаешь его к реальности. Чарли уезжает, а чуть позже в его школе проходит родительский день, где Чарли пытается всех убедить, что Скотт Санта-Клаус. Скотт, конечно же, отнекивается. Послушайте, моя компания делает игрушки. Я доставляю их детям по всей стране. Так что, в каком-то смысле, я прямо как Санта-Клаус. После мероприятия родители Чарли сидят у директора. Вам нужно поговорить с Чарли, объяснить ему, что вы не Санта-Клаус. Скотт пытается убедить Чарли в том, что он не Санта, но ничего не выходит. Ты знаешь, кто ты, папа. Скоро ты все поймешь. Очень много детей верит в тебя. Ты не можешь подвести их. Чарли все больше погружается в Рождество. Лори с Нилом это не нравится, и уже они стараются объяснить Чарли, что это вымысел. Как может один человек за одну ночь посетить всех детей на свете? Вновь приезжает Скотт, заметно набравший несколько кило. Он все так же не верит в происходящее и находит другой подход к Чарли. Нет никакой причины рассказывать кому-то о Северном полюсе. Почему? Я хочу сохранить это секрет, и ты поможешь мне? Хорошо, пап. На следующий день Скотт еще прибавляет в весе, и плюс к этому обзаводится щетиной. Что? Что-то с весами. Скотт приходит на работу, объясняет свой внешний вид укусом пчелы, и заказывает на обед кучу всякой еды. А я возьму салат Сизер, и такое вкусное домашнее печенье, и маленький ломтик сырного пирога, крем-брюле, и... Сладкую сливочную помадку побольше сливок. Далее, на презентации, компания представляет новую игрушку. Total Tank. И Скотту она не нравится. Вы когда-нибудь пробовали собрать Total Tank? В нем 10 тысяч деталей, и даже если вы соберете его, он сломается через 10 минут. Начальник Скотта просит его заняться собой и сходить к диетологу. К нему Скотт и отправляется, но врач не находит никаких проблем. Я не знаю, Скотт, ты здоров как лошадь. Да. Также по поводу растительности на лице. Ну, это может быть гормональный дисбаланс. Далее, пока Скотт ждет Чарли, к нему выстраивается целая очередь из детей, желающих попросить подарки. Привет, странная картина, правда? Эти дети сами выстроились в очередь. Лори с Нилом не нравится изменение Скотта, так как они думают, что он это делает, дабы потыкать Чарли. Если ты не возьмешь себя в руки, Скотт, я обещаю, что я просто... Мама, почему ты так сердишься? После Скотту приходят коробки со списками. Вот список, проверь его дважды, твой бит. Скотт продолжает бороться с новой сущностью, но она побеждает. Лора и Нил хотят через суд добиться лишения родительских прав у Скотта. И пока Чарли опрашивают, Лора с Нилом рассказывают друг другу, когда они перестали верить в Санту. Я так хотела игру «Таинственные свидания». Мне подарили всё, кроме «Таинственного свидания». И я хотел сосисочный свисток Оскара Майера. Наступило Рождество? Никакого свистка. Чарли рассказывает судье про Скотта и Северный полюс. И судья выносит вердикт. Я удовлетворяю просьбу доктора и миссис Миллер. Несмотря на запрет судьи, Скотт решает напоследок заглянуть к Чарли. И благодаря нему Скотт начинает верить. Ты видел? Ты видел, как Шар ожил? Конечно видел. Скотт уже собирается уходить, и поначалу не хочет брать Чарли с собой. Но приходит Берни, и Скотт передумывает. Лора и Нил сразу объявляют Чарли и Скотта в розыск. А тем временем Чарли придумывает пару приблуд для безопасности отца. Здравствуй, Санта. Мы тут с Чарли подумали и, кажется, приготовили для вас несколько сюрпризов. Скотт осматривает новое снаряжение, а полиция готовится его ловить. Вероятно, он будет одет, как Санта-Клаус. Лора с Нилом ждут Чарли, а Скотт с ним отправляется в полёт. По ходу которого Чарли рассказывает про систему защиты и шапку-передатчик. И первой остановкой Скотта становится дом Сары. По-моему, молоко немного кислое. Это соевое молоко. Ты же сказал, что не переносишь лактозу. Далее ребята залетают в дом Лоры и Нила. Там Скотта уже поджидает полиция и задерживает его. Санта, ты в порядке? Прием. Джуди, поняв, что происходит, отправляет на помощь Скотту спецотряд эльфов. Для начала те забирают Чарли, а потом освобождают и Скотта. Как вы это сделали? Мишура не только для украшения. Скотт возвращает Чарли домой. Я думаю, будет гораздо лучше, если ты останешься здесь с мамой и Нилом. Лора с Нилом также начинают верить в Скотта. Санта? Все в порядке, Нил. Лора сжигает судебное постановление, разрешая Скотту видеться с сыном. А появившийся Берни объясняет, что Чарли сможет видеться с папой, когда захочет. Через стеклянный шар. После чего Скотт улетает. На прощание Скотт дарит семье их давно желанные подарки, а Чарли говорит, что пойдет по стопам отца. Мой сосисочный свисток. Игра таинственное свидание. Скотт улетает. Но минут через 10 Чарли зовет его обратно. И с разрешения мамы отправляется развозить подарки с отцом. На этом первая часть заканчивается. Что ж, между первый и второй перерывчик небольшой, но он есть. Просто я вот вам рассказываю про Новый Год, а духа-то новогоднего нет. Чего-то не хватает. Я знаю. Подарков. Сразу вынужден огорчить. В этот Новый Год я подарков дарить не буду. Но возможно, возможно, вам подарит их кто-то другой. А поможет вам в этом сайт Секретный Санта. Я сам им пользуюсь уже второй год и суть проста. Вы вбиваете свои данные и в день обмена адресами вам приходит адрес рандомного человека. И вы, если не мудак, отправляете ему подарок. И сразу уточню, это не реклама. Мне за это никто не платил, а поэтому облизывать сайт я не собираюсь и скажу честно. Да, в прошлом году я отправил и получил подарок. Но есть и вероятность, что ваш адрес достанется как раз-таки мудаку и вы ничего не получите. Так что остается только верить. Ну и да, к слову, в этом году я уже тоже отправил подарок. И надеюсь, мой адрес как раз-таки не достанется мудаку. Ссылка будет в описании. Ну а мы приступаем ко второму фильму. Санта Клаус 2 На Северном полюсе без изменений. Скотт Келвин вот уже 8 лет исполняет обязанности Санты. А мы знакомимся с новым эльфом Кёртисом. Хранителем книги правил и новым оленем. Это Блицан? Похож на Пренсона. Кто это? Это Чет. Молодой олень на тренировке. А Чарли тем временем немного хулиганит в школе. Из-за того, что новый директор не любит Рождество. Привет, Чарли. Здравствуйте, директор Ньюман. Скотт веселится с эльфами и всё идёт хорошо, пока он не узнаёт о том, что Чарли попал в список плохишей. Мой Чарли? Мой сын? В списке непослушных детей? Также Скотт узнаёт ещё одну новость. А точнее, правила Санты, о котором его до этого никто не упомянул. Я должен жениться! Ну а если он не женится, то больше не будет Сантой. И на всё про всё у него есть... 28 дней. После этого у Санты начинается совет сказочных личностей. Который состоит из матери природы, отца времени, гупидона, пасхального кролика, зубной феи и песочного человека. Ладно, шучу. Человек-сон. Что происходит? И для начала на совете обсуждают смену имени зубной феи, о которой тот мечтает. Санта предлагает зубинатор и фее нравится. Но совет голосует против. Во-вторых, Санта рассказывает всем о Чарли и о том, что он должен жениться. И как вариант, Санта хочет использовать купидона. Купидон, подойди сюда. Выстрели в меня и я влюблюсь. Стрела не действует на нас. Для того, чтобы Санта помог Чарли и нашёл себе жену, а Северный поле с ней простаивал, Кёртис предлагает сделать игрушечную копию Санты. Дубликат будет похож на тебя. И думать будет как ты. Поначалу Скотту не особо нравится эта идея. Но потом он соглашается и делает копию. Неплохо. Неплохо. Скотт очень просит Берни убедить эльфов, что пластиковый Санта настоящий. После чего Берни даёт ему в дорогу часы с измерителем волшебства. Если ты будешь использовать волшебство, уровень будет падать. Если дойдёт до нуля, ты не сможешь вернуться обратно. Скотт берёт одного из оленей и отправляется домой. Прибыв на место, он встречается с Лорой и Нилом, и они вместе идут к директору Ньюман. Это граффити. Публичное оскорбление начальства и наносит ущерб имуществу. В кабинете Ньюман пытается добиться от Чарли объяснения. А Скотт не понимает, почему школа не украшена к Рождеству и в ней нет никакого настроения праздника. Да, вот ещё что. Это подарок. Купите себе гирлянду. На Северном полюсе тем временем Фальш Санта берётся за работу и подходит к ней по всем правилам. Потому что правила очень важны. Дома Скотт рассказывает семье о своей ситуации с женой и Лора надумывает обзвонить свободных подруг. Магия Санта тем временем понемногу исчезает и Скотт меняется обратно. А мы знакомимся с его племянницей Люси. Фальш Санта тем временем ознакомливается с книгой правил. Но Скотт идёт на свидание, из которого ничего не выходит. После с утра Скотт украшает дом, а Люси подкармливает оленя и начинает что-то подозревать. А на полюсе Фальш Санта хочет получить и проверить список плохих и хороших. Кёртис и Берни отвлекают Фальшика и предлагают ему сыграть с эльфами в футбол. Но он не до конца понимает правила. У Чарли в школе тоже дела идут так себе, и он опять рисует граффити. А Скотт встаёт на сторону Ньюман, придумывая Чарли наказание. Фальш Санта всё-таки проверяет список и приходит к выводу. Скотт ближе знакомится с Ньюман, когда к нему подбегает девчушка и просит подарок. Но, чтобы узнать её имя, Скотт тратит немного магии. А Фальш Санта тем временем создаёт кукольную армию. Скотт приходит к Ньюман и хочет пригласить на свидание. Но она собирается на рождественскую вечеринку и зовёт Скотта пойти с ней. Ну а он предлагает её отвезти и тратит ещё магии. По дороге Карл рассказывает, что не особо любит Рождество, так как в этот день родители разрушили ей веру в Санту. Также она рассказывает о своём любимом новогоднем подарке. И Скотт, чтобы немного её порадовать, используя магию, создаёт снег. На вечеринке дела идут довольно тухло. И Скотт решает поднять все настроение, подарив им подарки из их детства. Вечеринка сразу оживает. И последний подарок Скотт дарит директору. Это кукла-младенец. Кэрол не понимает, как Скотт всё это провернул, но понимает, что он ей нравится. Но фальш Санта устраивает переворот и говорит, что дети больше не получат игрушки. В этом году мы дадим им прекрасный уголь. И для выполнения приказа он зовёт на помощь свою армию. Только их вы должны слушаться и повиноваться. Берни всем рассказывает правду о фальше. Но его задерживают и вместо игрушек по конвейерам начинает бежать уголь. Тем временем Чарли узнаёт о любовном интересе папы. Твой отец встречается с директором Ньюман? Скотт рассказывает Кэрол о том, что он Санта. И она, конечно, ему не верит. Скотт пытается её убедить, но она его выгоняет. Ну а дома обиженный на отца из-за его выбора Чарли. Также Чарли страдает из-за того, что ему тяжело хранить тайну об отце. На следующий день, поговорив с Люси, Чарли начинает понимать ситуацию. А на полюсе Фальш Клаус продолжает гнуть свою линию. Кёртису всё-таки удаётся выбраться, и он прилетает к Скотту. Кёртис рассказывает Скотту о ситуации с Фальшем. И говорит, что ему нужно лететь обратно. Но Скотт не может, так как волшебства не осталось. Тогда Кёртис вспоминает про оленя. Но и тут не всё в порядке. Ну посмотри же на меня. Комет. Из затеи с оленем ничего не выходит. И Скотт решает позвать на помощь зубного фея. Но у него никак не выходит вырвать себе зуб. К счастью, на помощь приходит Люси. Мам, я потеряла ещё один зуб. Можно я положу его под подушку? Да. Зубной феи прилетает, и Скотт ловит его. Но фея не верит, что перед ним Санта. И Скотт напоминает про зубинатора. Да, зубинатор – это твоя идея. Скотт вместе с Кёртисом улетают на феи на полюс. А на следующий день Чарли убеждает Ньюман, что Скотт – это Санта. Мы верим в то, что видим. По прибытию на полюс Скотта ловят. Я совершенная модель того, кем должен быть ты. На помощь Скотту и Кёртису, также на зубном фее, прилетают Ньюман и Чарли. Они их освобождают и хотят остановить фальшсанту. Но тот улетает. И Скотту ничего не остаётся, кроме как лететь на молодом олене Чедде. Посмотрим, что он ещё может. Скотт догоняет фальша и разворачивает оленей от телепорта. А эльфы тем временем вступают в бой с игрушечной армией. Эльфы и Скотт одерживают победу над противником. И Скотт что-то делает с фальшем. Оставьте его. У меня есть специальное назначение для него. Забежим немного вперёд. В сцене после титров мы видим, что он сделает с фальша игрушку. Перед тем, как отправиться разносить подарки, Скотт делает предложение Кэрол. Ты будешь моей женой? Да, буду. Проходит официальная церемония и Скотт вновь становится Сантой. Сразу после свадьбы Санта отправляется разносить подарки. И первым делом он заглядывает к Люсе. Ты была права. Я так и знала, что ты Санта. Чарли объясняет Люсе, что очень важно хранить тайну о том, кто такой Санта. Ну а сам Санта улетает. И на этом второй фильм заканчивается. Я поздравляю всех с Рождеством. Перед просмотром третьего фильма я предлагаю подзаправиться. Чем-нибудь новогодним. Хм, но чем? Может быть Глинтвейн? Хм, слишком заезжено. Может Пунш? Если это не Вунш Пунш, то просто не хочу. И я знаю, Эгнок. Тем более он фигурирует в этом фильме. Что если мы выпьем бокал вкуснейшего сезонного напитка холодного Эгнока? Да и не только в этом фильме. В такие дни кажется, что Эгнок бабушке Эстер недостаточно крепкий. Предлагаю его и приготовить. Ну а если вы не хотите смотреть на мои кулинарные потуги, то переходите вот на это время. Ну а мы отправляемся на кухню. Так, давайте сразу уточним. Это не какой-то древний семейный рецепт Эгнока, переходящий из поколения в поколение, вдруг доставшийся мне. Нет. Я просто искал рандомные рецепты Эгнока, выделил из них нечто общее и сейчас показываю это вам. Так что, если вы знаете как лучшее, то вы знаете где об этом написать. Что ж, приступим. И для приготовления Эгнока нам понадобится... 75 таблеток мискалина. 5 марок мощнейшей кислоты. Ну, я конечно шучу. А для приготовления Эгнока нам понадобится... 500 мл молока, 5 г гвоздики, 2 палочки корицы, немножко рассыпной корицы, 150 г сахара, 2 г ванильного сахара, сливки, 160 г, согревающие. В разных рецептах указывается разное согревающее. Бурбон, виски, ром. Вот я как раз ром и выбрал. Смекаешь? И 4 яйца. Точнее, нам понадобится сейчас 4 желтка, а 4 белка пока что мы убираем в холодильник. Но перед тем, как с ними работать, помните... Мойте яйца. Как это сделать правильно, вы найдете в интернете. Шок первый. В сотейник с молоком мы высыпаем гвоздику и кидаем 2 палочки корицы. И ставим прогреваться. Именно не кипятиться, а прогреваться. От молока должен пойти сильный пар, но оно не должно вскипеть. И не забывайте помешивать, чтобы молоко не пригорело к дну. Пока молоко прогревается, мы берем сахар, добавляем его к желткам. И растираем, пока масса не станет однородной и белой. Как вы видите, от молока пошел довольно сильный пар, поэтому мы выключаем огонь. Снимаем молоко. И через сито проливаем его в другую тару. Теперь к замешанным сахаром желткам. Кстати, вот они. Такая вот однородная консистенция. Правда, я забыл про следующий шаг, поэтому начал с маленькой тары, хотя надо было начинать в этой. К этой яичной массе, тонкой струйкой, мы вливаем наше молоко. И потихоньку перемешиваем. Блин, стол качается, все качается. Еще и прозливается, блин. Ну, запашок, я должен бы сказать, весьма и весьма приятный. Теперь нашу желтково-молочную массу переливаем вновь в наш сотейник. Посуду я сегодня за... Ой, смать. Вновь включаем на средний огонь. И снова же, не доводя до кипения, прогреваем нашу массу, чтобы она подзатянулась. Плюс к нашей жиже добавляем молотой корицы. На свое усмотрение. Если не любите, можете вообще, в принципе, не добавлять. Помните, что теперь там желтки и доводить до кипения нельзя. Только прогревание. Пока масса не начнет понемногу затягиваться. Если что, появившаяся пенка, это нормально. Так и должно быть. Ну, вот, в принципе, и все. Наша масса подзатянулась. Теперь убираем ее с огня. И вливаем в нее сливки. У меня сливки 33% кондитерские. Какие будут у вас, выбирайте сами. Снова перемешиваем. Ну и последний штрих. Горячительное. Напоминаю, у меня это ром. Вы можете выбрать то, что вам больше нравится. Но, конечно же, если вы собираетесь поить детей или беременных, то добавлять алкоголь не нужно. Я сам, в принципе, особо не фанат алкоголя. Поэтому добавлю чуть меньше, чем надо. Все. Еще раз перемешиваем. Вот такая вот жижица у нас получилась. Теперь берем получившийся напиток. Ждем, пока он остынет. После чего ставим его в холодильник на 3-4 часа. А лучше на всю ночь. И после этого пробуем. Так, ну что. 4 часа прошло. Настала пора пробовать наш коктейль. Сразу должен уточнить, во многих рецептах финальным шагом является то, что белки, которые мы поставили в холодильник, взбиваются в мягкую пенку и смешиваются как с коктейлем. Но я не особо доверяю сырым яйцам. Поэтому я этот шаг пропущу. Вы уже смотрите сами. Ваше здоровье. Кстати, вот еще момент. Ром я залил слишком рано. Надо было подождать, пока коктейль чуть-чуть подостынет. И, как по мне, его слишком много. По крайней мере, я не особо люблю алкоголь. И он тут очень чувствуется. Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Ну, так-то в целом пить можно. Только сливки, как по мне, тут лишние, в принципе. Возможно, из-за того, что я слишком рано добавил ром, они немножко подотслоились. Но я в целом не вижу смысла их добавлять. И сахара я бы немного подуменьшил. Я брал по рецептуре 150 грамм. Сейчас я бы взял грамм 100, наверное. И снова же подуменьшил бы ром. Потому что он прям очень бросается. В общем и целом, как итог скажу, что каждый Новый год или каждый праздник я его готовить не буду. Но изредка себя таким коктейлем побаловать можно. Уж слишком геморройно он в производстве. Все использованные продукты и веса я распишу в описании. Но сейчас, я так думаю, пора вернуться к третьему фильму. Итак, приступим к третьей и финальной части. Санта Клаус 3. Хозяин полюса. Фильм начинается с того, что Кэрол ждет ребенка и вот-вот родит. По крайней мере, так думает Скотт. Драгуй. Боюсь, это была ложная тревога. В ожидании ребенка Скотт разрывается между уходом за женой и своей работой. Вы заглянули в этот список? Рассмотрел. Помоги мне помочь тебе, помочь мне, помочь тебе. Кэрол устает от этой суматохи и занятости Скотта и скучает по родителям. Но Скотт находит выход. Я могу привезти твой дом? Можешь? Можете. Я привезу сюда твоих родителей. Кертис объясняет, что это плохая идея. И Скотт придумывает план, как обмануть родителей Кэрол, показав им завод игрушек, якобы в Канаде. Мой папа думает, что у тебя завод игрушек в Канаде. В Канаде? В Канаде! Начинается заседание Совета сказочных сущностей. А начинается оно из-за Джека Фроста, продвигающего себя. Первая и единственная проблема, меры, которые должны быть приняты относительно члена Совета Джека Фроста. Совету не по душе, что Джек творит всякую дичь и хочет выбить себе свой праздник. 273 попытки сместить Санта Клауса. Совет объясняет Джеку, что... Ты погодное явление. Ты не праздник. Потом Скотт объясняет Джеку, что быть Сантой непросто. К тому же ещё и ребёнок, и родители Кэрол навалились. И тут в разговоре проскальзывает идея о побеге Санты. О нет, побег Санты от меня. Это чё ещё? Побег Санты? Это ещё что такое? Фросту никто не объясняет, что такое побег Санты. И он в качестве наказания за свои проступки предлагает Скотту свою помощь в работе. Скотт с неохотой соглашается. Назначает Кёртиса начальником Фроста и приказывает ему во всём слушаться эльфов. И учти, это единственная сосулька не на месте, и ты уходишь. Я тебя не подведу. Скотт прилетает домой и вскользь упоминает Люси о своей комнате снежных шаров. После чего вся семья набивается в гости к Скотту на полюс. Я бы могла помогать Кэролу, она меня любит. Это правда. И кстати, я могла бы помочь Кэролу. А тем временем Северный полюс превращается в канадский уголок. Канада любит хоккей. Далее Фрост путём нехитрых манипуляций узнаёт и Кёртиса, что для побега Санты нужно, чтобы Скотт взял свой снежный шар и сказал. Хотел бы я, чтобы моего превращения в Санту не было вовсе. Если он это сделает, то его первое превращение ещё в прошлом отменится, и его место может занять другой. Как попасть в зал снежных шаров? Извини, Джек. Вот это точно секрет. Скотт вместе с песочником прилетает к родителям Кэрол, и после обмена любезностями песочник их вырубает, чтобы во сне они увидели то, как летят в Канаду. Тем временем Фрост садит зерно сомнения в правильности решения Кэрол стать миссис Клаус. Скотт вместе со своей семьёй и родителями Кэрол возвращается на полюс. Кэрол встречает родителей, после чего они все идут гулять по мастерской. Фрост в поисках комнаты снежных шаров находит комнату с автоматами и знакомится с Люси. Я Люси, Скотт мой дядя. А я Фрост. Скотт гуляет с родителями Кэрол, и их смущает Рост так называемых канадцев, но Скотту удается убедить их, что канадцы так и выглядят. После чего Скотт рассказывает им о производстве игрушек, а Фрост отвлекает эльфов и ломает пару станков. После Фрост знакомится с родителями Кэрол, а Скотт убегает разбираться с поломками. Во время общения с родителями Кэрол, Фрост ломает аппаратуру на кухне, после чего он мило продолжает разговор. В самый разгар беседы загорается печь, сломанная Фростом, и отец Кэрол её тушит, после чего семья Скотта и родители Кэрол знакомятся. Мама, папа, это Лора, прежняя жена Скотта, её муж Нил и их дочь Люси. Приходит Скотт, и Фрост упоминает родильную комнату. Это не родильная комната, это зона бедствия, что тут такое? Скотт объясняет, что родильную сейчас переделывают, и вновь в мастерской происходит ЧП. Эльфы тушат пожар, а Скотт создаёт из кучи поломанных игрушек одну рабочую, и работа продолжается. Не отставайте от графика, за работу! Запустите конвейер, разберитесь со списком скверных и славных задема. Тут прибегает Люси и просит посмотреть на коллекцию снежных шаров. Фрост это слышит и отправляется за ними. Прибыв в комнату, Скотт показывает свою коллекцию. Это шары всех Санта-Клаусов, которые когда-либо существовали. А этот? Этот мой. Скотт дарит Люси шары, рассказывает про волшебную силу обнимашек, и они уходят. А сразу за ними в комнату попадает Фрост и забирает шар Санты. Тем временем семейство украшает ёлку. Приходит Скотт и хочет помочь, но работы не ждёт. Кое-что следует проверить дважды. Две минуты. Люси замечает, как Фрост ворует шар Скотта и зовёт на помощь родителей. Но Фрост их замораживает. Сделать мне то же самое с тобой? Или ты идёшь в этот шкаф? Посидишь там очень тихо? Кэрол очень хочет, чтобы Скотт повесил верхушку ёлки. Но тот занят. Тогда она просит своего отца, а Фрост портит ёлку. Скотт всё же освобождается и вешает звезду. На вершине я прикрепляю звезду. Хочу сказать, что всё. Кэрол расстраивается. Скотт ругается с её родителями и Фрост зовёт его прогуляться. Нет, пойдём. Пойдём, пойдём. Давай. На прогулке Фрост дарит Скотту подарок. И путём манипуляций заставляет его сказать те самые слова. Я бы хотел, чтобы мы его превращали в Санту, не было вовсе счастлив. Скотт и Фрост попадают в прошлое. И на этот раз Фрост убивает Санту и надевает его кафтан. А Скотт Санта исчезает. Настоящее меняется. И теперь Скотт директор компании, с прежней семьёй он почти не видится, Лора с Нилом разведены, Ньюман переехала, а Фрост стал Санта-Клаусом. Скотт, недолго думая, прилетает на обновлённый Северный полюс. Никому ничего. Я первая увидела, дай, ни за что. Там Скотт встречает Нила и Люси, но те не особо хотят с ним говорить. После чего он встречает Кёртиса и получает в подарок звукозаписывающую ручку. Ну а Скотта встречает Фрост. Рад видеть тебя, монфра. Я тебя ждал. Фрост устраивает небольшой фестиваль самолюбования, после чего уже Скотт выманивает у него те самые слова. Ты сам сказал, что не хотел своего превращения в Санту. Что? Я говорю, кто сказал? Хотел бы я, чтобы моего превращения в Санту не было вовсе. Охрана выводит Скотта в зрительный зал. Там он встречает Люси и просит её достать шар Фроста. Верь мне, это очень, очень важно. Скотт всех отвлекает во время выступления Фроста, а Люси пробирается в зал шаров и ворует его шар, после чего по просьбе Скотта бросает шар, а Фрост его ловит. Хотел бы я, чтобы моего превращения в Санту не было вовсе. Скотт и Фрост вновь возвращаются в прошлое, и на этот раз всё идёт по изначальному сценарию событий. Пусти, это мой кафтан. Нет, Фрост, это его кафтан. И они оба перемещаются в настоящее. Мда, не сработало. Скотт сразу же мирится с Кэрол и её семьёй. Нам не нужно быть самой лучшей семьёй. Нам просто надо быть. А также Скотт раскрывает свою тайну. Мне надоело скрываться от твоей семьи. Так что приглашаю вас на мою фабрику. Родители Кэрол рады таким новостям. К тому же в цех на помощь приходят сказочные создания. Ну а Кёртис находит Люси в шкафу и показывает, что Фрост сделал с её родителями. Всё будет хорошо. Скотт приказывает Фросту разморозить родителей Люси. Я не могу разморозить их, пока не разморожусь сам. А этого никогда не будет. На помощь приходит волшебная сила обнимашек. Но мне говорили, что это невозможно. Они ничего не знали о волшебных объятиях. Лора и Нил, как и Джек, оттаивают. Все счастливы, Скотт готовится к отправке, а Кэрол рожает. И на этой счастливой ноте трилогия Санта-Клауса завершается. Конец. Что ж, вот мы и посмотрели три фильма. И что я вам могу сказать? Они местами дурацкие, глупые. И в них есть ляпы. Но я буду пересматривать их из года в год, потому что они очень душевные. В них есть интересные идеи, хорошая актёрская игра. Практически всегда. И правильные мысли. Ну а вы напишите в комментариях, как они вам. Будете ли вы их пересматривать или же нет. Ну а сейчас перейдём к обзору сериала. Его, как и сериал про Чаки, я пересказывать не буду. Хотя, может в следующем году перескажу и его. Если попросите в комментариях. А пока что, вот вам небольшой обзор. Годы идут. На Северном полюсе всё хорошо. Скотт отлично исполняет обязанности Санты. И живёт душа в душу с Кэрол и детьми. Но он не молодеет. Ему уже 65, и магия начинает понемногу сбоить. Скотт понимает, что пора передавать бразды правления следующему преемнику. Но кто это будет? Может Чарли, желавший пойти по стопам отца? Или Келвин, сын Скотта, грезящий о реальном мире вне полюса? А может быть кто-то из внешнего мира, как когда-то Скотт, не имеющий отношения к магии? На этот вопрос вы узнаете ответ в сериале... Итак, что я могу сказать об этом сериале? Ну, пожалуй, то, что его главной чертой является несбалансированность. А именно, подача материала здесь скачет от чего-то дико важного и интересного до чего-то мега скучного. То у нас важный разговор, то кринжовое переигрывание и несмешные шутки. Смешно, здоровяк! Я вовсе не испугал! Смотря сериал, то становится дико интересно, что же будет дальше. То просто хочется его выключить. И я серьезно. Порой мне не хотелось его досматривать. А порой я не мог оторваться от просмотра. И причина не бросать сериал была довольно веской. Он отвечает на вопросы и закрывает дыры. К примеру, он рассказывает о прошлом Санте, которого убил Скотт. Что с ним случилось, а главное, что случилось с его семьей. Ведь у Скотта тоже есть жена и дети. И если кто-то наденет его кафтан из-за его смерти, что случится с ними? Сериал также отвечает на вопрос, куда делся Берни в третьем фильме. И почему сейчас он старый. Ведь эльфы не стареют. И теперь у меня это, и оно не уходит, как ты не старайся. Также, почему именно Скотт стал Сантой. И зачем ему обязательно нужно было жениться. Проблема только в том, что практически все ответы приходятся по большей части на пятую серию. А все остальные только вскользь затрагивают эту тему. Ну и конечно же интересующая многих тема. Как ее не поднять? Сериал-то от Netflix, а значит без повесточки никуда. Ведь так? Ну, тут довольно интересный момент. Повесточка тут есть, но она забавно обыгрывается в первой серии. Мы больше не клеймим непослушными. Дети просто непонятные. И им нужны подарки. Я, правда, видел комментарии, где людей бомбилось чернокожих эльфов. Эээ, а никого не смущает, что они как бы были еще во втором фильме 2002 года. Можно, конечно, притянуть тему феминизма. Мол, эльфийка Бетти ведет себя разумнее Скотта. Но так и в первых фильмах Джуди тоже была такой. И вопросов это не вызывало. Но во всем же остальном я претензий лично не вижу. Но вопрос возникает. На другом моменте. На кого нацелен этот сериал? На детей? Ну, тут очень много скучной болтовни о политике, полюсах и способах доставки. Детям это будет неинтересно. А взрослых могут отпугнуть кринжовые шутки и снова же скучные диалоги. Хотя, пожалуй, сразу отмечу, что для меня в какой-то мере стало плюсом то, что сериал разрушил мои ожидания. Дело в том, что, прочитав описание, я думал, что меня будут ждать два варианта. Первый – это то, что будет что-то типа конкурса и испытания новых претендентов на роль Санты. По типу, кто быстрее успокоит собаку в доме или кто быстрее запрыгнет в дымоход. Второй вариант был такой, что нового Санту найдут сразу. И Скотт будет обучать его премудростям работы. Но претендент будет попадать в глупые и нелепые ситуации. Но нет, ни первый, ни второй вариант не случились. Сериал пошел по третьему пути. Хотя он явно вдохновлялся третьим фильмом с идеей коммерциализации полюса. Ну и напоследок, главный минус сериала. Где во имя сериального бога душевность? В первых двух фильмах и даже немного в третьем это есть. Ну, конечно, из-за моей нарезки вы вряд ли это почувствуете. Хотя, если посмотрите фильмы сами, то поймете, о чем я. Например, в первом фильме это момент, когда Скотт впервые начинает верить. Во втором фильме моя любимая сцена за все три фильма. Сколько бы раз я ее не пересматривал, а всегда пробирает до мурашек, когда Скотт дарит подарки и взрослый начинает вести себя как дети. Ну и в третьем фильме момент с обнимашками. Все это трогает и цепляет. Но в сериале этого нет. Есть один около душевный разговор отца с дочерью, но он даже рядом не стоит даже с третьим фильмом. Ну вот как так вышло, что проект об одном из самых семейных, добрых и душевных праздников вышел таким сухим. В общем, как итог скажу. Этот сериал стоит глянуть, чтобы получить ответы на важные вопросы. Это была случайность. Мужик с крыши упал и бам, вот он я. Вот как ты думаешь. И если же вам это не столь важно, то в принципе можете пропустить и вновь посмотреть трилогию. Тем более с уровнем рекламы и продвижения сериал вряд ли получит кучу сезонов, как та же Кобра Кай. Признаюсь, я вообще не уверен, что его продлят хотя бы на второй сезон. От себя же скажу, я этот сериал посмотрел и в принципе особо не жалею. Тем более, что в нем всего 6 серий по полчаса. Правда, единственное, о чем я жалею... Помните, в обзоре 1899 я говорил, что готов накинуть любому сериалу баллы за крутое интро? Так вот... Ааа, блять, почему тут интро вышло таким криповым? Почему гигантская башка Тима Алина хочет меня сожрать? Зачем мне заглядывать в ухо к эльфу? И почему нельзя было оставить только финальную часть? Увы, на эти вопросы вы ответов не найдете. Да, еще забыл упомянуть, Тим Алин не в образе Санты меня пугает. Все. Санта Клаусы Ну вот, в принципе, и все, о чем я хотел сегодня поговорить. Точно все? Ну да, все. Так что, всем большое спасибо за просмотр. И если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал и ставьте лайк. И не забывайте подписаться на Дзен. Все ссылки будут в описании. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов. И увидимся в следующей серии. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok